Аплодисменты Аплодисменты Всю жизнь боялась трибуна. Давайте я скажу три слова. Четыре. Ну пять. Просто я уже на предыдущем съезде наговорила. Аплодисменты Аплодисменты Чего людям, собственно, не хватает? Веры не только в Бога, но в человека. Человека, который бы заботился о ближнем, о своей семье. Мы куда-то потеряли человека, который смотрит в будущее. Мы потеряли человека, мужчины или женщины потеряли человека радостного. Получили в большинстве своего какого-то безнадежного, запущенного, который смотрит на жизнь, думает, ну, ну, надо жить. Потому что никто обо мне не позаботится. И все больше и больше таких людей. Это страшно. Кого обвинять бы? Только власть нынешняя? Нет. Себя самого? Тоже вроде нет. Виновата уже давнишняя наша не любовь к себе, неуважение неуважение к себе. До того неуважения, что мы допускаем возможность нами манипулировать. манипулировать. Зная о том, что нам рот мы киваем головой. Зная то, что нам просто, ну, мелко сказать, что нам не дают, мы с этим миримся. манипулировать. И не потому, что у нас такая национальная черта терпимости, а просто куда-то подевалась. Ой, гражданское достоинство. Человеческое достоинство. Вся наша страна это как семья. И что в этой семье не получается, я не знаю. Он мне нужен. Я чувствую, не только мне, но и всем. Просто честный человек, хозяин, которому мы могли бы верить. И я знаю, что скажите мне, кто ваш друг. Такой вы и есть на самом деле. И если вы все друзья Прохорова, я вам верю. И я знаю, что ум, честность, совесть и любовь в своей стране обязательно что-нибудь поменяет в лучшую сторону. Я до каждого из вас очень надеюсь. Потому что надо что-то делать. Но делать это что-то дилетантам, людям, которые ничего не понимают в экономике, которые не любят свою страну, которые могут отказаться от автомата Калашникова и закупать оружие. которые если на нас нападут, так мы не найдем даже запчастей к этому оружию. В этом во всем надо понимать. и я очень надеюсь, что поезд, который сейчас пойдет с этой платформы, все-таки действительно нас приведет к победе не коммунизма, не коммунизма, а удивительной жажды творить, любить, и тем самым делать нашу страну уважаемый, любимый нами и все, кто нас знает или еще не знает, узнает. Спасибо вам за то, что вы собрались. Мир сейчас не просто меняется в наших глазах, но изменяется отношение между нами. Ведь то, что происходит в глобальном мире, это же не просто пожелание какого-то одного человека. Это в некотором смысле изменение всего того, что было привычным в нашей жизни тогда, не становится актуальным уже сейчас. Это же касается всего, в том числе и политической системы. Политическая система всех стран начинает трещать прямо на глазах. Потому что политические партии прошлого, они обслужили старые политические процессы. А они не плохие, не хорошие. Просто время вождейских партий ушло. И мы стоим как всегда в истории нашей страны на очередном распуте. И с партиями плохо, и без партий нельзя. Поэтому мы долго могучей пучкой обсуждали, а как же нам сделать такую организацию, которую бы наши активные граждане не отвергали, и не отторгали. Им бы хотелось вместе что-либо сделать. И вот мы сегодня хотим предложить вашему вниманию дальнейшее развитие наших идей, которые мы озвучили летом. И что у нас в итоге получилось? Я попрошу сейчас дать таблицу, или схему, которую я хочу прокомментировать. Мы хотим предложить вашему вниманию следующим порядком взаимодействия. партия должна быть тех людей, которые выбрали политическую деятельность из своей профессии. Ну, как учитель, как врач. Это профессиональная партия, и она должна заниматься политикой. Я вам хочу открыть маленький секрет, что я тоже вступил в партию Гражданскую платформу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Потому что с этого дня я буду заниматься только политической деятельностью. И больше никакой другой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что мы решили предложить? Мы решили предложить абсолютно новый формат, который еще никогда нигде не был опробирован. Я хочу предложить такую модель вместе с моим соратником. Где члены Федерального политического комитета входят в единый орган, вместе с активистами, теми людьми, которые меняют нашу жизнь и не хотят не вступать ни в какие партии. То есть, иначе говоря, мы хотим создать совместный с активистами гражданского движения орган, мы назвали его Федеральный Гражданский комитет, в который входят и все руководители Федерального политкомитета и люди, которым не все равно, не безразлично, что происходит в нашей стране. Причем, без партийных, мы и так сразу договорились, должно быть больше. И именно эту модель мы хотим сегодня вам представить. Я очень благодарен, что большое количество людей, на поддержку которых я, честно говоря, даже вначале не рассчитывал, они, наоборот, с большим энтузиазмом и инициативой поддержали такой подход. И вот сейчас я хочу, чтобы мы все посмотрели и представили тех людей, которые согласились на беспартийной основе работать в Федеральном Гражданском комитете, то есть вместе с нами делать ту важную работу, которая называется изменять нашу страну, изменять жизнь наших людей к лучшему. Пожалуйста. Сфера ответственности в Гражданском комитете – реформа правоохранительной и судебной системы. Гениева Екатерина Юрьева, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. Сфера ответственности в Гражданском комитете – сохранение культурного наследия. Кучер Станислав Александрович, российский журналист, политический обозреватель радиостанции Коммерсант ЭП. Сфера ответственности в Гражданском комитете – идеология и стратегия Институт Новая Россия. Макаревич Андрей Вадимович, народный артист России, музыкант, поэт, художник, продюсер. Сфера ответственности в Гражданском комитете – поддержка творчества, проекты в области культуры. Мясников Александр Леонидович, основатель и главный врач клиники и интернет-центр. Сфера ответственности в Гражданском комитете – здравоохранение. Одноблюдов Максим Анатольевич, президент компании Аптограмм, генеральный директор компании Аптограмм. Сфера ответственности в Гражданском комитете – наука и инновации. Прохорова Ирина Дмитриевна, главный врач институт, новое литературное обозрение, соучредитель фонда Микаила Прохорова. Сфера ответственности в Гражданском комитете – проблема культуры и образования. Пугачёва Алла Борисович, народная артистка СССР. Сфера ответственности в Гражданском комитете – роль и права женщин в современном обществе, помощь артистам и творческой интеллигенции. Ройзман Евгений Владимирович, политик, предприниматель, борец с наркотографом, сфера ответственности в Гражданском комитете, борьба с наркоманией и курением. Рыжков Владимир Александрович, политик, сопредседатель партии РПР Барнас. Андреев Сергей Игоревич, мэр города Тольятти, сфера ответственности в Гражданском комитете, муниципальные образования. Слободин Михаил Юрьевич, исполнительный вице-президент по стратегии и развитию бизнеса ООО ТНК ВП Манеджмент, сфера ответственности в Гражданском комитете, реформа ЖКК, энергосбережения, проблемы топливно-энергетического комплекса. Урлашов Евгений Робертович, мэр города Ярославль, сфера ответственности в Гражданском комитете, реформа местного самоуправления. Ермольник Леонид Исаакович, актер, продюсер, лауреат Государственной премии России, сфера ответственности в Гражданском комитете, развитие кинематографии. Иванов Евгений Иванович, партнер ООО «Полюс Золото», член совета директоров ООО «Лен Золото», сфера ответственности в Гражданском комитете, промышленность, финансы, природа пользования, инфраструктура, транспорт. Денисов Владимир Юрьевич, член Президиума Национального антикоррупционного комитета, сфера ответственности в Гражданском комитете, реформа вооруженных сил. Саханов Зарикто Иванович, председатель совета директоров управляющей компанией «Агроинвест», сфера ответственности в Гражданском комитете, сельское хозяйство. Сейчас я говорил об этой схеме, связанной с тем, что у нас состав нашего Гражданского комитета в Гражданском комитете, политик, общественный деятель, сфера ответственности в Гражданском комитете, национальный вопрос, религия, проблемы миграции. Милицкий Сергей Владимирович, полковник управления Альфы Центра специального назначения ФСБ России и оперативно-розыскного управления службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, кавалер четырех орденов муницип, сфера ответственности в Гражданском комитете, защита прав военнослужащих. Зеленцова Ксения Владимировна, руководитель проекта «Наблюдатель» на выборах президента Российской Федерации, сфера ответственности в Гражданском комитете, юридическое обеспечение, законотворчество. Любимов Александр Михайлович, тележурналист, телевизор, генеральный директор РБК ТВ, сфера ответственности в Гражданском комитете, политика в области СМИ. Орлов Дмитрий Станиславович, депутат законодательного собрания Пермского края, генеральный директор ООО, Пермская энергосбытовая компания, сфера ответственности в Гражданском комитете, унификация регионального законодательства, адаптация к федеральным законам. Потенок Александр Петрович, экс-министр каналогов и сборов, экс-министр труда и социального развития, сфера ответственности в Гражданском комитете, социальный блок. Гинжбург Соломон Израилович, депутат Калининградской областной думы, сфера ответственности в Гражданском комитете, интеграция с Европейским союзом. Ревко Юрий Викторович, президент Федерации лорномоторного спорта Приморского края, сфера ответственности в Гражданском комитете, физкультура и спорт. Назаров Андрей Владимирович, директор Федерального государственного казенного учреждения Росрезерва города Иваново, сфера ответственности в Гражданском комитете, административная реформа. Терешкова Анна Васильевна, директор Сибирского центра современного искусства, сфера ответственности в Гражданском комитете, благотворительность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова